Клуб «Самовар» Две недели ничего не работает, кроме аптек и продуктовых магазинов, всё закрыто. Все наши занятия в онлайне, ну и, соответственно, сегодняшнее заседание тоже должно было быть в онлайне. Сегодняшнее заседание, оно должно было быть посвящено биографии Достоевского. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения писателя. Но поскольку сегодня заседания как бы и не было, а я к нему готовилась, то я решила поговорить по-русски о Достоевском. Отец был лекарем в больнице для божетонки, для бедных. Но лекарь и лекарь. И стал я читать про отца. Что за лекарь такой? И выяснилось очень много интересного. Выяснилось, что он родился и вырос там, где сейчас Западная Украина. Подольская область такая есть там. И в этой Подольской, эта Подольская область, она переходила то к полякам, то к туркам, то когда были деления Польши, разделения Польши, а и Полу-3 мы знаем, да, то к русским. И вот в этом, в одном селе там, который сейчас есть, оно в Хмельницкой области, в этом селе его отец был священником в церкви. Но священником каким? Униадским. И неправославным потомок Достоевского, который сейчас в Петербурге живет, говорит, что род их произошел откуда-то из-под Пинска. А Пинск это такой интересный очень город. Он маленький, но он не коронованная столица Полесье Белоруссии. И на границе Белоруссии, Россия, Украина. И вот такой он как бы русско-белорусско-украинский род их, это по словам потомка, отец, ну, униад. И сыновей своих, да, униад и шляхтич. И в какой степени он был шляхтич, богатый или не богатый, непонятно. Но, во всяком случае, были у него средства, чтобы платить за своих сыновей, когда они поехали учиться в семинарию. А в семинарию они поехали тоже в интересный монастырь. Это вот сыновьев, значит, это кто это? Вот отец нашего писателя и брат отца писателя, то есть дядя писателя. И говорится, что поехали они в эту семинарию, которая находилась в Шергородском Николаевском мужском монастыре. И монастырь этот, он тоже, в общем-то, был основан униадами. Таким монастырьским орденом Святого Великого Василия. Базилия называется. И вот в этой семинарии там было очень хорошее образование. Отец Достоевского, он очень хорошо учился. И он закончил эту семинарию по классу риторики. И был ему тогда уже 21 год. А на то время император издал указ о том, чтобы увеличивать количество врачей в Российской империи. И не хватало врачей, потому что воин было много, раненых много. И надо было их лечить. И что самое интересное, это то, что врачей, значит, студентов в Петербургскую медицинскую академию и в тогда недавно образовавшуюся, отпочковавшуюся от Петербургской и Московской медицинской академии, стали набирать студентов из духовных училищ, семинарий и так далее. И вот приходили в эти училища такие вот разнарядки из Академии медицинских и просили прислать им студентов хороших. Вот такая разнарядка пришла туда, в ту семинарию, в которой учился отец Достоевского. И его, как очень хорошего студента, направили в Московскую медицинскую академию. Приехал он в Москву в 1809 году и стал учиться в этой Московской академии. И там тоже очень хорошо учили многим языкам. И по латыни надо было не только писать и понимать, а нужно было еще и говорить. И, конечно же, многим медицинским предметам их там обучали. И началась, когда вот эта кампания наполеоновская. Наполеон подошел к Москве, а потом и в Москву. А до этого было Бородинское сражение. И очень много народу погибло. Там намного больше, чем предусмотрели. И все больницы были в раненых. И в раненых было очень-очень много. И когда было понятно, что Наполеон войдет в Москву, народ оставил Москву. И все раненые, которые могли ходить, они ушли в те места под Москвой, где организовали госпитали. И отец Достоевского, Михаил Андреевич, он, будучи студентом, очень активно работал и помогал раненым. И получил за это аттестаты с благодарностью. Два раза он получал такие аттестаты. И когда он закончил академию, а в академии надо было учиться 4 года, и потом еще один год, пятый, практика. И он отучился 5 лет и вышел оттуда лекарем, врачом военным. И служил в московском военном госпитале. Ему дали дворянство, потомственное, в 1827 году. Это уже когда родился у него сын. И даже не один. И Федор, он был вторым сыном. Первым сыном был Михаил, Михаил Михайлович Достоевский. Да, и когда он ушел в отставку, то ему дали чин калерского асессору и дворянство потомственное в 1927 году. И какие-то деньги появились. И на эти деньги они купили имение под Москвой, которое называлось Доровое, и еще одна деревня. А сейчас это, тогда это Булкаширский район. А сейчас это называется Зарайский, кажется, в Москве. Московская гостья тогда это. После того, как он отслужил, отец Достоевского все еще про него рассказывал, и после того, как он отслужил в московском госпитале, он получил место в больнице для бедных на Божьей Домке. И он женился на очень доброй, симпатичной девушке, которая была дочерью купца Третьей гильдии. Звали ее Мария Нечаева. Она родилась в 1800 году, была поноложе, чем ее муж. Родила ему семерых детей. И родив седьмого, умерла в 1837 году от туберкулеза. Это было очень большим потрясением для него. Он, отец Достоевского, он был человеком очень умным, но очень несдержанным и страстным. Она была очень мягкой и практичной. И вела все хозяйство в доме, учила детей грамоте. Денег всегда было мало в семье, поэтому они очень много дали сами своим детям, в смысле чтения, обучения. Отец их учил в латинскому языку. И методы его были довольно тяжелые для детей, потому что он их заставлял стоять на уроке. И они должны были все помнить. Если они чего-то не помнили, он сильно раздражался и убегал из комнаты. Но отец Достоевский никогда не занимался рукоприкладством. Детей он никогда не бил. Есть такая, очень такая загадочная история того, как он умер. Но многие говорят, что Достоевский много использовал в отце Карамазове отсвоеваться. Трудно сказать, что там и как, но есть такая версия, что отца Достоевского убили крестьяне. Но это, по-видимому, правда, что когда умерла его жена, то он очень переживал и начал пить. И у него были страшные забои. И даже есть такая история про то, что он сошелся с какой-то девушкой крестьянской. Она родила ребенка, и ребенок умер. Но, короче, всякие разные такие истории. И нашли его тело на дороге. И производилось расследование. И там вокруг этого расследования завязалась интрига. Но долгое время считалось, что его убили. Но в одном из текстов я читала, что он на самом деле умер от апоплексического удара. И что расследование не нашло следов насильственной смерти. Что смерть наступила естественным образом. Это несчастье очень сильно повлияло на Федора Михайловича, писателя нашего. И он об этом думал много и серьезно. И в романе «Братья Карамазовы» так или иначе это преломилось. Разные версии преломились. Как мы знаем, там именно об этом идет речь. О том, кто убил отца. Ну, много чего я прочитала за это время, что я тут готовилась. Я не могу, не буду сейчас утомлять вас и все рассказывать. Но я расскажу, ну, например. И что касается Федора Михайловича, это то, что он очень много переводил всерьез. Он зарабатывал переводами в молодые годы. И он перевел... С французского он перевел... Перевел Евгению Гранде, Пальзака. Он переводил очень много с немецкого. И я обратила внимание на то, что когда он был маленьким, то к ним в дом приходил учитель французского языка и обучал. И этот учитель французского языка обучал детей, мальчиков. И этот учитель французского языка, он был француз. Он приехал в Россию. Может быть, даже он попал сюда и при Наполеоне, не знаю. Но он здесь женился в Москве. И в конце концов он стал астрономом. И преподавал в Московском университете, в императорском. И во всех других учебных заведениях был тоже французский язык. То есть французский язык Достоевский знал очень хорошо. И он знал очень хорошо немецкий. И тут я подумала, что вот приступленный наказание Разумихин занимается переводами. И он предлагает Раскольникову перевод. Но Раскольников сначала берет, а потом отказывается. Когда Разумихин предлагает Раскольникову немецкий перевод с немецкого, то он говорит, что он не очень силен в немецком языке. И Раскольников не верит ему, что он не силен. Короче, речь идет о переводах с немецкого. И это не просто так. Достоевский очень хорошо знал, что этим можно было зарабатывать на жизнь. И сам он хорошо знал язык и переводил. Про Евгению Гранде известно, что этот перевод был опубликован. Ну вот, если посмотреть биографию сначала Достоевского писателя, сына Федора Михайловича, то что мы увидим? Когда отец его женился на его матери, то им вскоре дали казенную квартиру при больнице для бедных на Божедомке. И там родился Федор Михайлович. И у них никогда не было своей квартиры. Вот они так и жили в этой вот казенной квартире до самой смерти матери. И когда мать умерла, выяснилось, что мало денег совсем, что много долгов, и не было никакого желания у отца вообще ничего делать. И когда ему предложили место, он и чин по повышению в чине, он отказался. И за это у него квартиру казенную забрали. Поэтому он доживал свои дни вот в селе Доровое. Ну, значит, вот они жили в этой казенной квартире. Что случилось? Да, значит, отец, он работал в приемной, куда приходили бедные женщины с разными болезнями. И один раз привезли туда маленькую девочку, которая оказалась изнасилованной. Она умерла. И это видел маленький Достоевский. И вы знаете, что у него много и намеков, и просто таких описаний. У него есть герои, которые или... У них есть такие больные фантазии, или есть указания прямые на то, что они занимались расстреливанием маленьких девочек. В преступлении наказания, если вы помните, у Свидригайлову такой жуткий сон. Ему снится, что соседская маленькая девочка пришла к нему в комнату. Она вся дрожит, потому что она была на улице зимой. И очень замерзла и голодная. И он положил ее в постель, обогрел ее температуру. Он дал ей лекарства. И вдруг он видит, что она ведет себя, как взрослая падшая женщина. И это его настолько потрясло, что сильно ускорила его мысль уехать в далекие края. И совершил самоубийство. Не оттуда ли это мысль? Так сильно задевшая душу, очень впечатлительную Достоевского, Федора Михайловича. Вообще, внешне он очень сильно похож на мать. Я не на всех портретах, но я видела только один ее портрет, и у него много портретов. Но на одном из его портретов он просто заметно, что он очень сильно похож на мать, а не на отца. В детстве, значит, они учились дома, дети, и к ним приходили, когда они немножко подросли, к ним приходили учителя. Дьякон приходил учитель закону Божию, вот этот вот, Драушер. А потом они учились в пансионе, в пансионе на Новой Басманной в Москве. Пансион был очень такой интересный, они там должны были жить всю неделю, только на воскресенье могли приходить домой. Он и его брат Михаил там жили. В этом пансионе их кормили, за одним столом с хозяевами, но у них сохранились впечатления, что продукты были очень добротные, но приготовлены очень дурно. И когда умерла, да, и у Достоевского отца была такая мысль, что да, вот в этом пансионе на Малой Басманной готовили поступление в Московский университет. Ну и это, в общем-то, это был очень хороший пансион, там были хорошие преподаватели, и все практически поступали. Но отец думал так, что Московский университет, он дает образование, но не дает положение. А его сыновьям он хотел дать и положение, и средства к существованию. И поэтому он отвез мальчиков в Петербург и хотел, чтобы они оба поступили в Главное инженерное училище. Чтобы они хорошо подготовились, он их отдал в пансион капитана Костомарова, где они учились и танцем, и фехтованию, и французскому языку, и фортификациям, всяким наукам военным. И они хорошо там учились, но поступил только Федор, а Михаил не поступил. Первое столкновение, а может быть и не первое, но такое яркое столкновение с коррупцией было у Федора Достоевского, поступившего в Главное инженерное училище, такое, когда он вдруг узнал, что были взяты 4 студента, но брат его не прошел, а 4 студента были взяты по протекции. И он возмущенно писал, что мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие, дети богатых отцов, приняты безденежно. Вот это было очень странно для него, но много чего странного пришлось ему еще испытать в течение его учебы, четырехлетней в этом заведении, в Главном инженерном училище. Он учился очень много и усердно, хотя не очень, не лежала у него душа к этому, а он хотел заниматься литературой. Когда он был в третьем классе, то ему не зачли его знания по математике, хотя он математику знал прекрасно, но тем не менее не зачли, и он остался на второй год. Это было большим унижением, и он только из-за отца все это выдержал и остался. По сравнению со всеми другими, кто там учился, он ощущал свою бедность. Из инженерного училища он вышел поручиком и сразу же был зачислен на службу в тот же самый инженерный корпус чертежником. Этот инженерный корпус находился в том же самом Михайловском замке, где и Главное инженерное училище. Таким образом, Достоевский пробыл там еще один год. Но вот во время учебы в инженерном главном училище, вот когда его оставили на второй год, он познакомился с Григоровичем, сблизился с ним на почве литературных интересов. И Григорович писал о нем позже, что его всегда удивляло, насколько много Достоевский знал. И Григорович от него узнавал такие имена, которые он никогда не слышал вообще. Григорович поддался обаянию, и когда он его узнал ближе, он очень его полюбил. Но Достоевский, он не был очень общительным человеком. И даже когда они уже закончили училище, и Достоевский вышел в отставку, он попал в отставку по прошествии этого года в инженерном корпусе. И после инженерного училища ему присвоили звание подпоручика, а после, а ушел в отставку, он через год уже в звании поручика. И вот Григорович и Достоевский сняли квартиру вдвоем. И Григорович вспоминает, что Достоевский очень много проводил время в своей комнате, где он очень много-много писал. И никогда не говорил, что он пишет. А когда его Григорович спрашивал что-то, он очень односложно отвечал. Ну вот, наконец, он закончил то, что он писал, и сказал, Григорович, я хочу тебе прочитать кое-что, слушай. И то, что он прочитал, это была повесть «Бедные люди». Григорович поделился ею этой повестью с Некрасовым. И они пришли оба в такой восторг. Некрасов и Григорович оба прослезились. И в 4 часа утра прибежали к Достоевскому выражать свой восторг, потому что посчитали, что это не может терпеть до утра. И узнал об этой повести Белинский и объявил Достоевского достойным продолжателем Гоголя. Или вторым Гоголем. На Достоевского это, конечно, произвело большое впечатление. Он восторженно писал о том, что вот да, это такие хорошие люди, вот они понимают, и я буду обязательно с ними. И со всей страстью он примкнул к ним и ходил в их литературные кружки, но быстро понял, что это за люди, такие очень поверхностные. Но его другие повести уже не вызывали такого восторга, как бы они его сверкли с пьедестал очень быстро. Какое-то время, это было уже... В 1946 году вышла повесть «Бедные люди». В 1947 году Ностоевский стал ходить на чтение в кружок Петрашевского. Это был странный кружок, на самом деле. Петрашевский, он был фурьеристом. Это было всё очень странно, потому что Достоевского арестовали за чтение письма Пелинского Гоголю. Достоевский терпеть не мог всё, что в этом письме было написано. Он был абсолютно не согласен с тем, что было написано в этом письме. И вот за это его арестовали и посадили в Алексеевский Равелин, Петропавловской крепости, где в течение 8 месяцев он ждал приговора. И через 8 месяцев приговор был вынесен. Приговор был такой, что его приговорили к расстрелу. Его вдруг объявили главным петрашевцем и приговорили к расстрелу. Человек, который на самом деле что-то там такое делал, называл себя коммунистом. Спешнев его, кажется, звали. До этого он был за границей. И вообще вот этого человека никак не приговорили ни к чему. Просто дали ему их. А Достоевского приговорили к расстрелу. Вернее, к смерти через повешение. К смертной казни. И в тот день, когда должна была совершиться эта смертная казнь, их всех вывели на Семеновский плац. Над Достоевским и другими дворянами совершили обряд отнятия у них этого дворянства, сломав шпагу над их головами. И когда уже трем первым приговоренным надели на них такие мешки и обвязали их веревками, в этот момент объявили о том, что они помилованы и что смертная казнь заменена четырьмя годами каторги. И их повезли на специальных поводах в Сибирь. А довезя их до Тобольска, там у них был некоторый небольшой перерыв, где Достоевскому жена Дикаприста Фанвизина дала Евангелие. Но они всем этим арестантам в нас прибывшим раздавали Евангелие. В этом Евангелие было приклеено 100 рублей, 100-рублевая бумажка. Но деньги очень скоро конфисковали у Достоевского. А Евангелие у него было все четыре года на каторге. Дело в том, что кроме Евангелия никаких других текстов дарить полнется. И вот Достоевский отбыл каторгу четыре года. Он ее отбывал в городе Омске. И там он прожил в Остроге, закованный в кандалы, четыре года. Потом ему разрешили... Потом его особо... Но когда он закончил... Когда срок закончился, то его перевели в Семипалатинск, и он там служил в качестве рядового. И только в 1857 году ему, как и всем другим петрашевцам, вернули дворянство, что означало, что он может возвращаться в Петербург и что может печататься. Но в Семипалатинске случилось то, что он встретил себя с одной женщиной и полюбил ее. Это была жена одного чиновника. Звали ее Мария Дмитриевна Исаева. Она была по происхождению француженка. Ну, по крайней мере, отец у нее был француз. Или... Да. Или кто-то. И она попала в Сибирь просто сопровождая своего мужа. Мужа она искренне любила, но он спелся на службе. И говорят, что многие из его черт Достоевский описал в преступлении наказания. По крайней мере, знакомство с его женой он описал в знакомстве Раскольникова с женой Мармеладова. Но преступление наказания это, естественно, не биография, это роман, поэтому там просто используются какие-то детали из жизни. А в жизни было так, что Достоевский в начале познакомился с этим чиновником, и чиновник пригласил его к себе домой, где Достоевский познакомился с его женой. И жена его сильно заинтересовала. Она была очень мила, добра, и похоже, говорят, на жену Мармеладовой Екатерины Ивановны. по крайней мере воспоминания о губернаторском бале, где она блистала, где она была такой невинной девушкой и получил, и все не обращали внимание. Вот это, по-видимому, взято из рассказа Марии Исаевой, которая в свои молодые годы жила в Астрахани, и там был бал, данный губернатором в честь приезда писателя Дюма. Франциско писатель Дюма, да, вот, он полюбил эту женщину, но не мог на ней жениться, потому что она была замужем, потом перевели ее, ее мужа перевели в другой город из Смепалатинска, где они познакомились и где жил и служил Достоевский. И когда умер ее муж, и Достоевский сделал предложение, но она не сразу ответила, потому что она была влюблена и увлечена другим человеком. Достоевский, конечно, мучился, но очень дружелюбно относился к этому другому, и она пожалела Достоевского, она пришла к нему. И вот эти ее метания нашли свое отражение в романе «Идиот». Если вы помните, как Грушенко она то дает согласие Рогожину, то князю Мышкину. Но если в идиоте ни с кем, ни с другим не сложилось в нее, то в жизни у Достоевского сложилось так, что он женился на Марии Дмитриевне, и когда можно было ехать в Петербург, то привез ее в Петербург с пасынком, с сыном Павлом, и в Петербурге он с ней в одной квартире не жил никогда. А когда она заболела, он конечно искал ее врачей, и заботился о ней всячески, но жить они вместе не жили. И вот в этот момент он знакомится с такой женщиной очень молодой, которая моложе его на 20 с лишним лет. он читает лекции в пользу воскресных школ, и она услышала его, и она была такой очень женщиной свободной, мансите, как называют, как это говорится, может быть, типа Кукошкиной в романе Тургенева, отцы и дети, но наверное все-таки не такой вулькарный, потому что Достоевский ей увлекся. И она его упрекала в том, что он не разводится с чахоточной женой, и когда жена у него умерла, то он сделал предложение Сословой, так ее звали. Но она отказалась. и когда она поехала во Францию, то она несмотря на то, что они строили планы ехать вместе, она уехала одна, там у нее появился любовник, это еще когда у нее была связь друг с другом, и он приехал туда к ней, утешал ее после того, как этот любовник ее бросил, и она его научила играть в рулетку. что он и делал со всей присущей ему страстью. Но в 1866 году у него были большие проблемы, у него всегда были проблемы с деньгами, он не очень умел с ними обращаться. Он должен был быстро написать этот роман, который начат преступление наказания, но было очень трудно, и ему посоветовали стенографистку. Один из друзей, Майков поэт, познакомил его с лучшей стенографисткой Петербурга, Анной Григорьевной Снепкиной. И вот эта молодая девушка, в крови которой течет шведская кровь, может поэтому, она напечатала под диктовку весь роман очень быстро, по-моему, за месяц, боюсь соврать, и спасаясь от долгов, да, и они очень быстро полюбили друг друга, он ей сделал предложение, она согласилась, они поженились, и чтобы спрятаться от кредиторов, они уехали за границу. Там у них родились дети, первая девочка умерла трехмесячная, потом родилась еще одна дочь, потом родился сын, и потом родился уже в Петербурге еще один сын, но он умер когда он был три года. Но вот эта Анна Григольна оказалась очень практичной и смогла привести в порядок денежные дела Достоевского. До этого ей пришлось пережить довольно много неприятностей, потому что он играл в рулетку. И когда они были под Бадене он выиграл 4000 рублей, что его привело в колоссальный азарт, не смог остановиться, в результате он проиграл все и даже юбки своей жены. Им пришлось очень туго, но они выкрутились, и в конце концов в 1871 году он сказал, как отрезан, что все больше я не играю и не играю. Они вернулись в Петербург, были хорошие годы очень, они какое-то время жили в Старой Русси, счастливы, но вот когда счастливы, то наверное уже не так интересно. Но Анна Григорна она посвятила всю свою жизнь своему мужу, когда его не стал, ей было всего только 35 лет, но она не уходила больше замуж, она занималась его архивом, рукописями, изданиями его романов. Я опустила очень много, я не рассказала совсем ничего о том, что он вместе с братом издавал журналы, он издавал журнал «Время сначала», где публиковал свои произведения и свои статьи публицистические, он вёл дни писателя, и там много чего очень интересного написано, вот так, как он писал из Леонофилов, я хочу вам процитировать, это написано в 1862 году, вот это опубликовано в журнале «Время», который он сдал вместе со своим старшим братом Михаилом, и она является реакцией на статью, которая была опубликована в Скременнике, статья была написана Антоновичем и называлась она «О почве», не в агрономическом смысле, а в духе времени, в смысле журнала «Время», представляющая собой развернутую критику почвеннических идейных установок журналов «Братьев Достоевских». Так вот, Достоевский в этой статье пишет, пишет о том, что мечтают о Допетровской Руси, какая была она такая вся себя хорошая, привлекательная, что там не было ни лжи, ни ничего такого плохого не было, все было естественно и натурально. Вот он говорит, что это наверняка такое, нас так-то привлекает это все, потому что это конструкция умственная. И дальше он пишет, «Но если так это все было хорошо, то почему же народ тогда повернулся в совсем другом направлении, если так все было замечательно?» И поэтому-то московскому идеалу славянофилы хотят перестроить Русь. Для них все еще… Да, вот он пишет здесь дальше. Действительно, значит, он пишет, что вот это такая конструкция умственная, а если посмотреть не при искусственном освещении на эту Петровскую Русь, то что получится? Посмотря на нее вблизи, найдешь, что тут и краски слишком грубые, и фигуры олиповатые, и в целом что-то принужденное, натянутое, ложное. Действительно, лжи и фальши. До Петровской Руси, особенно в московский период, довольна. Ложь в общественных отношениях, в которых преобладало притворство, наружное смирение, рабство и тому подобное. Ложь в религиозности, под которой, если не таилось грубое безверие, то, по крайней мере, скрывались или апатия, или ханжество. Ложь семейных отношений, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность. В до Петровской Московской Руси было чрезвычайно много азиатского, восточной лени, притворства, лжи. Этот квиетизм, унылое однообразие до Петровской Руси указывает на какое-то внутреннее бессилие. «Если московская жизнь хороша была, то, скажите, пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол? Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом, нельзя московскую до Петровской жизнь признавать за истинное, лучшее выражение жизни народной. День, в смысле газета, говорит, что в до Петровской Руси были пороки только, а не ложь. Выражение слишком неопределенное, пороки в семейных и общественных отношениях. Да что же, спрашивается, после этого ложь. Не ложь ли производят и пороки, на малость которых нельзя пожаловаться в до Петровской Руси? И поэтому московскому идеалу славянофилы хотят перестроить Русь. Для них все еще, для них все наше развитие, положим, небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времен Петра, все это равняется нулю. Они ужасно бронят Петра за то, что по выражению Аксакова он заварил кашу слишком крутеньку, а сами немного уступают ему в своей крутости, выделено Курсевым. В них видна та же допетровская бесцеремонность с жизнью. Для славянофильства теория такая же беспощадная, такая же скорая на все, как и всякая другая. Нет уж, со времен Петра много воды утекло, и далеко зашла эта вода, и так ее много, что решительно нет никакой физической возможности поворотить ее назад или вовсе ее уничтожить. Положим, вы бы, например, вздумали дать сток стоячей воде, и для этой цели начали бы копать канал. Давно уж вы начали эту работу, прокопали большое пространство, но работа ваша идет очень плохо, медленно, ваш канал слишком неглубок, и впереди не предвидится вам возможности улубить его, потому что в распоряжении слишком мало рабочих рук, да и рабочая ваша масса не подновляется свежими силами. Вот вы разузнаете причину своей неудачи. Вот вы разузнаете причину своей неудачи. Оказывается, к вашему изумлению, что направление вы своему каналу дали не такое, какое нужно дать, что главная масса рабочих, которая главным образом составляет вашу силу, на которую хотели опираться вы, которая могла бы весь ваш канал вперед и широко и глубоко и прочно эта главная масса рабочих, вся, так сказать, суть вашей силы отстала от вас, закопала свой канал и пошла пробивать себе дорогу по другому направлению. Но что вы тут станете делать? Оставить всю сделанную вами работу, но как-то чувствуется вами, что и ваша работа, как бы она ни была, положим, мала она и недостаточно все же работы. Вы сознаете, что и вы кое-что сделали и что добытая вами могла бы пригодиться и той главной массе рабочих, которая отстала от вас. Таким образом воротиться нельзя, потому что зашли-то уж очень далеко и нельзя идти далее, потому что это значило бы только еще более расходиться с главной силой, еще сильнее чувствовать свое бессилие и глубже сознавать необходимость общего соединения. Что тут делать? Не лучше ли вам, не бросая свои работы, открыть сообщения с главной массой и поэтому узнать направление вашего канала? Самая главная масса против желания придвинется к вам, когда увидит искренность вашего намерения соединиться. Если она прежде смотрела на вас слишком недоверчиво, то это потому, что она не видела от вас никакой помощи себе. Ведь тогда только и пойдет у вас отличное дело, когда вы соединитесь вместе, когда соедините в одно общий добытый уже опыт и начнете дружно пробивать себя вперед дорогу. Вот этого-то и не хотят понять славянофилы, а им только того хочется, чтобы все добытое нами в продолжении полутора остальных лет уничтожить и воротить общество назад. Возможно ли это дело? Не теория ли это? Мало берущая внимание жизнь? Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отвергает в принципе народность и следовательно наше чисто народное начало земства. Другой понимает значение нашего земства по-своему. Ну и так далее. Не буду больше читать. Значит здесь о чем он пишет? Он пишет о том, что он не со славянофилами и не с западниками. Он посередине. Он не хочет отрицать то, что было сделано до, но и не хочет отвергать того пути, который прокладывается сейчас вперед. Он хочет взять то, что было и с этим хорошим двигаться вперед. Разумно, правда ли? Наверное, я должна была рассказать об эпилепсии. Достоевский не хотел верить в то, что у него эпилепсия долго. Думаю, что у него бывает нервный припадок только иногда. Я в этом уверена, потому что есть его слова, написанные им и цитируемые, что когда он женился на своей первой жене, на Исаевой, с ним прям буквально в первые дни их жизни, если они в самый первый день или ночь, с ним случился вот этот эпилептический припадок. И он ее так напугал, что они никогда больше вместе не были. И он написал, что если бы он знал, что у него подучие, он никогда бы не женился. Что еще? Но об этом, о том, что у него подучие, он сказал, доженить бы своей жене второй. Что ее удивило, ее удивила такая откровенность, но не испугала. Поэтому она и была его второй женой. Что касается Полинарии Сословой, то здесь интересная с ней стоя. Но это была такая женщина, которая меняла мужчин как перчатки. И познакомившаяся, когда ей было уже 40 или больше, она познакомилась с 20-летним юношей, которого звали Розен. Василий Розенц. Он тогда был студентом Московского университета и большим поклонником Достоевского. Когда он с ней познакомился и узнал, что она была с Достоевским, то он ее полюбил. И вот этот ореол Достоевского сделал ее, его глаза совершенно неотразимы. И он на ней женился. Ему было 24, ей 40. Ну, неважно. Но она была невозможная. И они прожили вместе 7 лет. Она очень плохо с ним обращалась. Абсолютно не ценила то, что он пишет. Унижала его всячески. Он все терпел. Но через 7 лет все-таки они не стали жить вместе. Он встретил другую женщину, которая стала его судьбой. Но она не давала ему развод 20 лет. Испортила жизнь очень сильно. Вот такая была плена ресурсов. Да, ну и нужно сказать, что меня просто поразила такая музыка, не знаю, говорить о ней или нет. В Михайловском замке, где Достоевский провел 5 лет, был задушен император Павел I в 801 году. Достоевский всю свою жизнь боролся с неправдой и терроризмом, с этими ужасными людьми, которые прекрасными словами о счастливом будущем человечества прикрывают абсолютнейшую криминальность. Скажу, отмеча его до тех же петрашевцев. И он умер меньше, чем за месяц до того, как террорист бросил бомбу поезжавшего мимо Александра Третьего. Александр Третий умер от ужасных болей. причиненных этой бомбой. И наконец нужно сказать немножко о речи, которую Достоевский произнес в самом конце своей жизни на открытии памятника Пушкина. сейчас одну минутку. Да, я все время правильно говорю, это было заседание Общества любителей русской словесности, торжественное заседание по случаю открытия памятника Пушкина в Москве. Эта речь произвела очень сильное впечатление на всех, потому что он сказал, что Пушкин был настоящим русским человеком, что значит, что он был открыт всем народом, он понимал все народы. говоря с одним он становился им, говоря с другим он становился им в этот момент. И это очень русская черта, быть открытым всем, принимать себя все. Ну что ж, на этом я должна остановиться.